Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Обливиан. Мы находимся в подземелье, в котором нашли меч крестоносца. Это было в предыдущей серии. Меч, как мы знаем, осквернен, поэтому нам нужно направляться в Чейдинг-Холл и там как-то решить этот вопрос. Очень-очень непростая задача. И вот это подземелье, я его осмотрел между сериями, в принципе, не нашел ничего интересного, поэтому давайте убираться отсюда. Я думаю, пора, пора уходить. Нам нужно вот сюда. Любопытное место вообще такое, мне понравилось, честно говоря. В последнее время меня очень составляют именно вот такие вот крипты, которые сделаны... Тихо, показалось. Сделаны именно с фантазией. Допустим, это место, оно реально красивое. Крепость, которая погребена реально под землей. Это, по-моему, жутковато. Но пришла пора проваливать отсюда. Уходим. Где-то здесь остался наш напарник, и я надеюсь, что он нашел дорогу до дома, потому что в этом подземелье, что ни говори, довольно опасно. А вон парень. Очень, очень глупый. При том, что у него два меча, он нападал на врагов с кулаками. В одной руке факел, в другой кулак. Ну, то есть ничего нет вообще. Кулаками. На, на их. И все, в итоге чуть не убили его. Поэтому я его отпустил и сказал, иди домой. Так, блин, как красиво. Я не знаю. Давайте двигаться. Мне удалось добыть меч крестоносца. Он осквернен ужасным призраком, который им владел. Мне следует отнести его в часовню Аркеи в Чейдинг-Холле. Хорошо. Чейдинг-Холл крутой город. Мне очень нравится. Поэтому давайте зайдем в него с западных ворот. Насколько я понимаю, основная вообще ветка Рыцарей Девяти заканчивается, подходит к завершению. Что, с одной стороны, круто, потому что уже охота заниматься другими квестами, но, с другой стороны, это реально было интересно, по-моему. Хорошо. На дворе ночь. Блин. И как же здесь красиво ночь. Давайте переночуем. Мы переночуем. Хотите здесь, давайте. Это, по-моему, мажорская такая забегаловка. Сейчас и заломит цену там. Где-то 40 септимов. Хозяй школу! Пусти на ночь. Говорят, ты знаешь, как нужно двигаться в легких доспехах. Это факт. Я знаю. Картошка. Что я могу сделать для тебя? Мне нужна теплая постель. Я очень устал. Ты не представляешь, где я был. У меня есть свободная постель. Десять золотых за ночь. Ты хочешь взять ее? Я сниму комнату. Поднимись по лестнице и увидишь дверь направо. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Ну, в принципе, приятная такая домоуправница. И без особых понтов. Не заломила цену. Всего десять септимов. Нормально. Мне, честно говоря, эти доспехи вообще не нравятся. Как-то я в них очень глупо выгляжу. Ну, то есть, понятно, что они рыцарские, но при этом у меня-то персонаж не рыцарь. И более того, стиль его боя предполагает именно легкую броню. Очень легкую. Чтобы он был в стелсе все время. Поэтому я от них скоро уже избавлюсь. Поспим в одиннадцать часов. Отдыхнемся. По полной программе. После этого надо будет зайти починиться. А потом идти в часовню. Хотя починиться... Я не помню, где я здесь, в этом городе кузнец. Вообще, вы знаете, за то время, которое мы уже живем в этом мире, реально он стал как родной. Как в свое время было со Скайримом. И здесь уже просто помнишь... Как поживаешь? Ой-ой-ой. Это что за орк раш? Да ладно. Вроде не грубый. Короче говоря, мир уже стал очень родным. И здесь все довольно неплохо, уже знаешь. Так, это у нас еще одна. Ну что-то мне вот это очень понравилось. И видно, хозяйка забойца. Вон клумба у нее. Молодец. Вообще, городок красивый. Если, конечно, не учитывать, что здесь беспредел творится ментовской. Так, свитки. У меня свитки-то есть, нет? Нет, паха. Хватает. Давайте продадим. Оу. Так, ламутс мы точно не будем. О чем мы спим? Время-то уже. Ну, дело твое. Товари Борбы. Круто. Могу чем-нибудь помочь тебе, брат. Ты кто вообще? Какой тебе брат? Здравствуй, Борба. Для меня радость говорить с тобой. Могу ли заинтересовать тебя своими товарами? Эльфийских стрел у тебя нет, да? Ну, ладно. Пока ничего не будем брать. Хотя можно взять, конечно, двумерские стрелы. Они тоже крайне неплохие. А потом уже заняться продажей посоха. Не здоровье. Так, нет. Чуть-чуть поторгуемся. Получится, нет? Тебе повезло совершить. Хорошо. Так, ну и в принципе все. Теперь остались только свитки. Это че? Так. Я им вообще не пользуюсь. Это не мой метод. У кого-то, наверное, шаблон рвется от того, что я продаю хорошие свитки. Так, эти записки мне уже не нужны. Но мой персонаж просто недолюбливает магию и магов. Ненавижу магов. Прощай. Хелд Островной. Страж гильдии бойцов. А, понятно. И как я дослужился до такого звания, ты спросишь? Терпение, осторожность. Мне очень интересно, как ты дослужился. Медленные и упорные, так говорил мой отец. Беспечным рубакам достаются белые тапочки и ящик. Это не по мне. Окей. Мне очень было интересно узнать про тебя. Иди поохоться. Я вот тебя забыл спросить. Козел. Когда-нибудь... Когда-нибудь я буду твоим руководителем. Весокопарный дюгут. Ненавижу. Интересно, у меня навык уже позволяет прыгать по воде, как ниндзя. Есть просто прикол в том, что на определенной ступени атлетики у тебя появляется возможность прыгать по воде. Эксперимент признан неударшимся. Неударшимся. Господи, что с моим языком? Так, ну ладно. Вот мы и здесь. Ученицы еще надо быть. Что такое? Опять вы? Да вы кто такие вообще? Так, даму надо спасать. Как бы у меня не заломали эти ребят. Тихо, 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 парни. Полегче. Что-то не особо как-то. Ну как? Нормально? Нормально? Щит, конечно. Еще есть. Поганс. Все сильнее и сильнее. Ты посмотри на этих гадов. Блин, что я взял? Ах, ваша погонь какая. Человеческая кровь еще лежит. Где-то был третий, куда он делся? Блин, и закрылись. Нормально, нет? Отсюда, я так понимаю, туда не пройду. Надо будет ломать, чем не остается. И потом меня еще за это и накажут власти. Запросто такой может оказаться. Так, хорошо. Давайте бежать, сейчас он точно кому-нибудь перережет от оставшейся в живых. Ах, ты скотина. Стоять, боясь. Аврарианцы у Морила побеждены. И часовня Чейдинг Холла пока в безопасности. Мне нужно повторно посвятить Аркею меч крестоносца на алтаре часовни. А вы, я смотрю, не очень... Ты знаешь, как нужно двигаться в легких доспехах. Где же ты раньше-то был? Мне бы помощь не помешала. Весит 43, стоит... Ой, аккурат! Чуть не убил. Ну, что я могу сказать? Могло быть и хуже. Кровища все, блин. Смотри, какие-то руны писали. М-да. Меч крестоносца был повторно освящен. Теперь я владею всеми его семью реликвиями крестоносца. Мне нужно вернуться в Приорат и держать с моими рыцарями совет, как напасть на Уморилу и уничтожить его. Окей. И я перегружен. Отлично. Почему? Так, ну вот это 71 стоит, конечно, блин. Меч. Меч дофига весит. 47 и 71. Блин. Не знаю, мне даже выкинуть нечего. Неужели я топор выкину? Мне, в принципе, 25. Нет, 30. Давайте посмотрим. Возможно, тут что-то. Нет. Вряд ли. Да нет, похоже, придется. Придется выкинуть отличный Айлэдский топор. И это довольно печально, на мой взгляд. Блин. Потащили так. Я его хочу продать. Только вспомнить надо, где здесь кузнец. Как же душит жаба. А что? А какой у нас выход есть? Здрасте. Где у вас тут кузнец? Подскажи, пожалуйста. Добрый день. Или, не знаю, хотя бы в убежище темного братства его положить, что ли? Это ж сколько я таскать-то буду. Да нет, в принципе, я быстро дотащу. Вот что за звуки такие. Да ладно! Стоять! Намочил еще. Давай, побежали. Кузнец. Мне нужен кузнец. Я не помню, где он здесь вообще. Это не то. Это дом. Вот народ, наверное, смотрит. Увеска пальцем крутит. Так, гильдия бойцов. Ну, я не уверен, что у них есть какой-либо торговец, честно говоря. Вот, отлично. Где ты? Не могу дотянуться. Так, хорошо. Я надеюсь, теперь ты его купишь. А то это будет просто смешно. Здрасте. Я здесь вам топорик принес. А, блин, куда упала? Добрый день. Добрый. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Так, на самом деле нет. Я тут за другим. Я хочу продать тебе. О, всего за 800. Ну, тоже деньги, по сути. Давай попробуем вот так. Тебе стоит подумать над другим предложением. Больше тысячи, конечно, с ней все же не вытянешь, но тем не менее. Превосходная сделка. Ну, штуку получили, что? Уже неплохо. Что еще мы тебе можем отдать? Ничего больше. Хорошо. Спасибо. Так, и починиться. Я могу починить. Все, пока. Она офигела, наверное, когда затаскивали мы к ней этот топор. Пыхтя такие все помпные. Ты кто? Ой, потом он ко мне идет. Так, хорошо. Теперь мы идем обратно в Приорат. Не знаю, может мне вернуться... Не таскать два комплекта брони, потому что это же глупо. Вернуться в Энвил. Скинуть броню поп-копа. И пока ходить в этой. Пока квест не закончится. Как думаете? Хотя, да. Так и поступим. Очень много вес, потому что у нас перегруз просто на ровном месте. В эту часовню я зайду, не волнуйтесь. Когда-нибудь. Но не сейчас. Я уже даже боюсь предположить, что в этой часовне. Потому что пишут. Зайди в часовню Энвила. Зайди в часовню Энвила. Потом. Так, хорошо. Сюда не хватает только какой-нибудь домохозяйки там. Чего-то в этом духе. Надо будет из своего ордена паручек прислать. Или из темного братства. посмазливее. Посмазливее. Так, хорошо. Ну, как-то вот так. А в этом пока ходим, да? Хоть чуть-чуть полегче будет. Не сказал бы, что намного, но... И то хлеб. Так, хорошо. И теперь давайте в этот приорат. Вообще броне не нравится. Как внешним видом, так и характеристиками. Это уже что-то скорее... Что еще за пророк? Я тут главный. Какой такой пророк? Пришел на все готовенькое. Я здесь, понимаешь... Он половцелый создал. Чертова на хлебнике. Ты выходишь из мрака безвестности, становясь частью легенды. Все достижения твоего прошлого меркнут по сравнению с тем, что предстоит тебе сейчас. Ты есть воплощение пеленала Вайтстрейка, бича Уморилла Неоперенного. Пришло время тебе выполнить свое предназначение. Уморилл скрывается в древнем храме Горлас Молотар. Тебе следует отправиться туда и уничтожить его. Значит, подготовка завершена? Нет. Если бы вы встретились с Умориллом лицом к лицу, то тебя ждала бы судьба пеленала. Но времена меняются, и сама сущность божественности меняется. Где когда-то были восемь, встал рядом еще один, и стали они девятью. Вы имеете ввиду Талоса? Да. С канонизацией Тайбера Септима лик божеств преобразился. Взошел Талос, и восемь стали девятью. Итак, хотя ты носишь броню богов, она не завершена. Реликвия старых путей и старых богов. Тогда как уничтожить Уморилла? Как верный страж этого мира и воин, подобно какому не видели тысячелетиями, Талос дарует тебе священное благословение. Заручившись древними дарами восьми и новым даром одного, ты сможешь выстоять против Уморилла. Что дает благословение? Оно позволит тебе последовать за Умориллом в царство духов после его смерти. Это позволит тебе уничтожить его тело и душу полностью и навсегда. Сначала тебе нужно убить его живое тело. Одно это за гранью возможностей большинства смертных, но это меньшая из двух задач. Его дейдрическая природа позволяет его духу скрыться в обливионе после смерти. Вот что узнал Пеленал, победив Уморилла в первый раз. Но ты не можешь сделать то, чего не смог Пеленал. Благословение Талоса позволит тебе последовать за духом Уморилла, покинувшим тело. Вот что тебе должно совершить, и нельзя потерпеть неудачу. Этого и не произойдет, ибо на твоей стороне сражаются девять. То есть, получается, глубинное форматирование и тело, и душу, чтобы вообще про него не вспомнили даже. Я хочу узнать о духе Уморилла. Когда Уморилл примкнул к Дейдра, его дух покинул границы этого мира. Его физическая оболочка может путешествовать между реальностями, но дух нет. Когда тело его уничтожается, дух возвращается в обливион и преобразуется в огнях созидания. С броней богов и благословением Талоса ты сможешь последовать за ним туда, куда не смог Пеленал, и уничтожить его дух. Когда его дух будет уничтожен, он будет полностью стерт, вычеркнут из всех существующих реальностей. Что такое Гарлас Молотар? Гарлас Молотар был самым западным аванпостом империи Аллейдов. Оттуда следили за происходящим на море, которое мы ныне называем Абиссинским. Вернувшись, Уморилл избрал Гарлас Молотар своей обителью. Там и нужно его искать. Вы знаете, кстати, я бы поиграл в игру серии Elder Scrolls, но именно приквел. То есть там как раз во времена Айлэдов, во времена Аковирцев. Блин, там же настолько все интересно и по-другому, что совершенно другая игра была бы именно в плане сюжета, в плане вот этих взаимоотношений, группировок. Сейчас все стандартно. Есть Империя, есть Норды в Скориме, есть там Редгарды. Они все живут и в принципе у них все норм на этом материке. А там все расстановка сил была совершенно по-другому. Это было, я думаю, рано или поздно мы такое все-таки увидим, наверное. Не знаю. А может это останется в прошлом. Расскажи мне про Умарилла. Что он может? Что за враг? Умарилл не может быть побежден в физическом облике никаким обычным способом. Один его удар может свалить самого могучего воина. Восемь создали реликвии, чтобы противостоять ужасающей мощи Умарила. Не стоит и пытаться схватиться с ним без этой божественной защиты. Вот и все. Мне пора. Твои рыцари соберутся у горла Смолотара и будут ждать тебя там. Возьми всех, кого сочтешь достойными. Не все из тех, что войдут в ту обитель, вернутся. Те, кто падет на службе девяти, будут жить вечно в салах своих отцов. Я желаю тебе удачи в твоей миссии, крестоносец. Мы вверяем тебе свои судьбы. Ну, хорошо. И так вот вернулся. Ну, ребята, я могу сказать, пока там этот святош отвернулся, нас ждет страшное мясо. И вы должны будете прикрыть меня своим телом. Для этого я вас и набирал. Вы, и ты в том числе, и Вита, вы все пушечное мясо. Вы мои прислуги. Понимаете меня? Вперед, в бой. Я считаю, это достаточно мотивирующая была речь. Так, хорошо. И где он находится? Я так чувствую, далековато, да? О, смотри, прямо на берегу. Пойдемте от Энвила, потому что я думаю, по побережью это будет очень красиво. Наконец-то мы сможем избавиться от этой брони. Жалко, что здесь нет манекена. И хотя обычно манекенов я ненавижу, блин, какой красивый все-таки городок. Обожаю. Я обожаю, что у меня здесь свой дом. Короче, а что я хотел сказать? Ладно, неважно, проехали. Глава моей опилки. Еще одни брата Абревиана. В общем, скоро мы избавимся от этой брони. И несмотря на то, что сами по себе квесты очень крутые, но то, что мне приходится в них ходить вот в этом, это меня печалит. А, про броню. Опять же, я говорил, что скорее мне нравилось, что в домах есть манекерные подставки для оружия, куда ты мог это все складывать. Здесь я такого пока не заметил. Единственное, это ящички. Но ящики, это, согласитесь, не то. Вот эта броня, вот она у меня будет в ящике лежать. Ее не видно будет, я про нее забуду, и все. А так стояла бы, радовала глаз, потому что она довольно красивая, но не сказать, что ошибка такая уж полезная. Лично для меня. Побережье. Красивые, блин, места. Кто? Воу-воу-воу-воу-воу, кабан. Ты посмотри, какой. Что, не нравится? Беги своей дорогой. Нормально? Ух ты, а что это там такое? Все, я передумал. И тебе еще шуганул. Эм. Шуганул. Так, хорошо, а что это? Любопытно. Ну, прикольно. Священный лотос. Офигенно. Да, для кого-то он, возможно, священная. А я вот эту трубу. Что это там? Ладно, дам туда. Хорошо. Хорошо. И вот мы здесь. И где же наши братья? Вот, тот стоит. Да, сильно. Два человека пришли. Передо мной горла смолотар. Внутри противник уморил неоперенный. Ждет меня. А, мой противник ждет меня внутри. Последняя задача моей святой миссии найти и уничтожить его. Салют, лорд-крестоносец. Саркородус. Ты кто? Кто ж приехал по делам? Да, лорд-крестоносец. Тудрец. Отдыхай тут. Салют, лорд-крестоносец. Лотон, тебя точно не возьму. Ты уже себя зарекомендовал. Пойду один. У меня так будет спокойнее. Блин, ярко как. Ну что, давайте, наверное, этим заканчивать на сегодня. А в следующей серии войдем уже внутрь. Я так понимаю, это будет длительно и очень мучительно, потому что есть подозрение, что реально этот бой будет очень сложным. И вообще, я заметил как-то последние несколько серий сложность заметно подросла. Может быть, баланс и управляется. Потому что он все-таки упорот, по-моему. Хотя мы ее, в принципе, привели в дефолтное ванильное состояние. Не знаю. Посмотрим. Надеюсь, вам понравилось. Потому что серия, по-моему, была крайне интересной. Как, в принципе, и все, что происходит по этой линейке квестов. В следующей, я думаю, будет еще любопытнее. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!